Была у нас такая история, парень с девушкой учились у нас, и парень вдруг расстается с девушкой, в общем, не хочет, она вся расстроена, мы с ней проработали, то есть как бы её ситуацию мы улаживаем, а он тоже наш студент. И как-то он приходит ко мне и говорит, ты знаешь, говорит, вроде мы расстались, но я чувствую, что я какую-то ерунду сделал. То есть у меня очень большое чувство вины и чувство чего-то неправильного. И, ну, естественно, мы стали работать, стали разбирать, и вот что мы нашли. Когда они встречались, у них всё было хорошо, у них всё получалось, всё как-то, они обо всём договаривались, у них такое, знаете, единение, очень такое большое единение внутреннее, и логически они друг друга понимают очень хорошо. эмоционально. И тут, когда время дошло, вот уже свадьбу они планируют, и они выбирают кольца, и начались разговоры о свадьбе, о том, как всё будет. Он обсуждал это со своими родителями, с её. Год первый у меня, ну, и вдруг у меня что-то такое вот, как-то я начала её подозревать, ревновать. Я стала смотреть, как она с другими мужчинами. Я начал её, как-то вот недоверие какое-то у меня к ней стало возникать. И говорит, и у меня какой-то сильный такой вот, ну, потом мы это вот уже с ним работаем, когда вот я говорю, а что, в какой момент началось. Он говорит, в тот момент, когда мы пошли выбирать кольца. Мы выбираем кольца, и вдруг у меня это приступ тошноты, как будто вот жар, меня в жар бросает. Я прямо и дышать не могу, и мне прямо хочется оттуда уйти из этого места, из этого ювелирного магазина. Я не ухожу, ну, потому что надо выбирать. А он ещё как бы несколько раз переносил это, и надо вроде бы уже всё доделать до конца. И говорит, и вдруг у меня чувство, что я совершаю ошибку, что сейчас будет что-то, что моя жизнь испортится, что именно она мне его испортит, что она не та девушка, что она мне испортит всю жизнь. Вот. Они как-то там вроде бы выбросили, он говорит, давай потом, потому что у меня прям жара, всё там как-то плохо мне, давай потом. И он начал откладывать. Давай перенесём, давай там это. И у него пошли ещё в бизнесе проблемы. То есть, и он такой думает, ой, точно, вот прямо не надо, плохой знак, плохой знак. Вот. И так вот они и всё, и как бы начали расходиться. И вот мы начали с этого момента, мы начали работать вот именно с этим вот моментом в ювелирном, и потом мы дошли до момента, когда, я сейчас точно не помню, то ли 4 года было, то ли 6, у него был тяжёлый грипп, он очень сильно болел, там, грипп или ещё что-то, какие-то осложнения. И в этот момент родители как раз были на грани развода. Возможно, они там даже развелись в этот момент. Вот. И когда мы проникли в этот случай, там было очень много скандалов. Вот именно когда у него была температура, он там или за стенкой слышал, или в комнате вместе с ними находился. Когда мужчина говорил, отец его говорил, что ты мне всю жизнь испортила, я потерял работу, у меня рухнуло всё. То есть, вот такие вот такие фразы. Вот. И потом ещё плюс, вот был ещё развод родителей, вот ещё такое отягощение для ребёнка, у него такой двойной шок произошёл. Вот. И вот только когда мы это проработали, и вот это вот всё вычистили, у него прошло вот это вот, вот это нежелание с ней быть. То есть, вот у него это всё расклеилось, потому что всё шло оттуда, а ещё девушка, и голос на мамин похож. И, кстати, у него с мамой так вот по жизни такие шероховатости были, вот у этого молодого человека, он потом тоже и эти отношения выправил. Вот такая ситуация, понимаете? Она неизвестная. Человек не помнит вообще об этой болезни. Не особо ассоциирует с разводом, но только в процессе терапии мы добрались до этого. И вот, понимаете, то есть получается, что прошлое вами манипулирует через вот этот вот механизм стимул-реакция прошлое вами манипулирует. Потому что вот вы сидите, смотрите в окно на тот переулок, где вы первый раз там поцеловались с ним, да, и вам больно, вам плохо, вот вам оттуда переносится, из этого события переносится сюда это горе. Потому что из этого окна вид, это стимул вашему подсознанию, а ваше подсознание выдаёт реакцию. Уходи здесь, плохо здесь, опасно, у тебя здесь будут проблемы. И вот прошлое таким образом тянет нас вниз. То есть любые какие-то напоминатели и совокупность вот тех напоминаний, которые в вашей жизни происходят. Мама там вам говорит, что-то засиделось, дорогая моя, да, вот уже три года, давай, а вам грустно, потому что вы вообще, когда думаете об отношениях, ваше подсознание опять-таки вам начинает напевать вот эту вот мерзкую песню о том, что не сложится. И таким образом прошлое тянет вниз. А так как оно у нас ещё есть корни, да, помните про те вот ещё основы, которые под этим событием, может лежать ещё другое событие. А в тяжёлых случаях именно так происходит. То есть именно если у вас тяжёлая созависимость, именно если у вас такие тяжёлые боли и такое тяжёлое вот состояние, значит, есть корень. Поэтому вот под этим горем лежит что-то ещё, что вообще неизвестно. И оттуда это всё тянется и тянется.